В последнее время есть тенденция оценивать развитие государства по состоянию уровня жизни населения. Чем выше благосостояние человека, тем лучше, но все должно быть легально и находиться в правовом поле. А потому заполученные вне основного вида заработка доходы необходимо заплатить государству, заполнить налоговую декларацию по подоходному налогу и сделать это нужно не позднее 31 марта. Итак, если в 2022 году вы получили деньги или имущество от неродственников с выше установленного критерия 8078 рублей, а также если вы продали за последние пять лет вторую, третью квартиру, дачу, гараж, получили доход в виде возврата взноса при прекращении строительства, отчет в налоговые органы необходимо предоставить. Наиболее распространенными доходами, при получении которых у физического лица возникает обязанность по предоставлению декларации, являются доходы, полученные за границей или из-за границы, например, оплата за работы по найму, доходы от продажи в течение календарного года более одного легкового автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3,5 тысячи тонн, и число сидячих мест которого, помимо сидения водителя, не превышает 8 или другого механического транспортного средства. Доходы от продажи грузового автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3,5 тонны. В последние годы налоговая сфера претерпела серьезные изменения и в законодательном плане, и в плане технологий. Сделано это для того, чтобы облегчить работу инспекторов и сделать жизнь налогоплательщиков проще в плане отчетов. А потому сегодня можно, не выходя из дома, отчитаться о полученных доходах через личный кабинет плательщика. Также налоговую декларацию граждане могут предоставить следующими способами. Лично, в письменной форме, путем посещения налогового органа, независимо от места постановки на учет. Также по почте в виде почтового отправления с описью вложения, через уполномоченного представителя физического лица при наличии документов, удостоверяющих право подачи декларации. Всю информацию по подаче налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц можно получить на сайте и в контакт. В центре Министерство по налогам и спорам по номеру телефона 189 не откажут в разъяснении и в налоговых инспекциях по месту жительства. Не стоит затягивать с подачи. Это следует сделать до 31 марта. Продолжение следует...